Сегодня рынок фактически стоит на месте, но возможно уже на открытии американской торговой сессии рынок придет в движение. Как раз в это время состоятся выступления как главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, так и Изабель Шнабель, члена управляющего совета ЕЦБ. Два ключевых представителя руководства Европейского центрального банка вполне могут затронуть тему проводимой монетарной политики. И если они хотя бы намекнут на возможность снижения процентных ставок, а в условиях ожидания дальнейшего снижения инфляции это вполне возможно, то ЕВ продолжит терять свои позиции и потянет за собой и фунт. А вот вариант роста ЕВ крайне маловероятен. Даже предпосылок для более жесткой риторики попросту нет. Хотя сегодня экспертами Советского института АФО был опубликован отчет с характеристиками условий деловой среды Германии, где был отмечен очередной спуск индикатора к уровню 85,7 пункта. Тут стоит отметить, что фактическое значение оказалось лучше прогнозного, но, однако, настроения немецкого бизнеса все-таки ухудшаются. И это пятый месяц подряд. На графиках валютного рынка мы видим, как евро по отношению к доллару с США в ходе нисходящего цикла обновил локальный минимум. После возник застой в районе основания, где котировки сформировали консолидацию из разносторонних свеч типа ДОЖИ. Подобный застой обычно классифицируется как этап характерной неопределенности среди участников рынка. В результате может возникнуть спекулятивная активность, на основе которой действующий застой будет завершен. В случае рассмотрения нисходящего сценария удержание котировки ниже 1,0600 может привести к усилению коротких позиций по направлению к уровню 1,0500. А при восходящем сценарии рассматривается возможность формирования отката относительно нисходящего цикла. Рост объема длинных позиций возможен в случае возвращения котировки выше уровня 1,0650. Фунт стерлингов по отношению к доллару США находится под более сильным давлением продавцов. Вследствие этого обновляется локальный минимум нисходящего цикла. Статус перепроданности игнорируется участниками рынка. В противном случае на данном этапе уже возник бы технический откат. В случае, если инерция сохранится на рынке, котировка вполне может снизиться до уровня 1,2150. Однако чем дольше спекулянты игнорируют статус перепроданности, тем агрессивнее будет фиксация прибыли по сделкам на продажу, и это приведет к резкому откату вверх. Рекомендуем пока воздержаться от торговли фунтом. А на этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс и с вами была я Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи!